Проект «Напролом» реалити-шоу, где все по-настоящему. Самый крутой реалити-сериал о единоборствах, где участники сквозь боль, пот и кровь идут к своей цели. Кто-то ломается на тернистой дороге, а другие показывают характер, сжав зубы, идут вперед. Условия комфорта минимальны, это не для каждого. Здесь жесткие и тяжелые тренировки на износ, вкус победы, горечь и разочарование, воли и характер, жажда к цели. Подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новых серий. В этом реалити может принять участие каждый. Ссылки в описании. «Напролом 2019, больше позитива, нежели негатива». «Все, пусть стейкнет». Открыт набор на пятый сезон. Слушай, а Санька ж с ним жил, может он его там скрутил, разок? «Тапировка лав, я, ну, может, я что-то не догоняю, если знаете, объясните, пацаны». «Визгнул разочек и на следующий день уехал домой». «Все, целую, обнял, заклинчевал, подбросил». «Боец, ты хочешь стать лучше? Открой для себя секреты тайских боксеров». «Выносливость и здоровье», «Сравяные капсулы», «Кучай плант», «Восстановление и реабилитация», «Тайские спортивные бальзамы», «Концепция муай-тай», «Продуктивность на тренировках и в жизни», «Электролиты», «Концепция муай-тай», «Фармакологические рецепты», «Поддержки спортсменов», «Курсы обучения». «Все то, что держат под грифом «Секретно» на сайте abcshop.sur». «Переходи», «Ссылка в описании» и «Не забывай подписаться на канал». «Здесь много обучалок и реалити-шоу «Проект напролом».» «Как самочувствие перед уездом?» «Слушай, знаешь, такое, 50-50, и хочется, и не хочется». «Ну, это часть твоей жизни, здесь, знаешь, когда трудные моменты проходят, то это запоминается очень сильно, это вырубливает какое-то место в твоей жизни, потому думаю, что будешь вспоминать, а вспоминать как, хорошо или так? «Буду вспоминать по-любому хорошо, на позитиве». «Понравилось тебе это времяпровождение?» «Да, больше позитива, нежели негатива было». «По поводу позитива, что позитивного в этом всем было, вот как ты считаешь?» «В общем, в целом?» «Да». «Слушай, ну вообще в целом весь проект, это жизнь в Таиланде, это подготовка к бою, это тренировки, это отношение и общение с новыми людьми, знакомство, ну, как бы вообще кругозор мой расширился, и в плане спорта, и в плане общения, и знакомство, и отдыха, и в силу общения». «Готов домой?» «В принципе, да». «Слушай, ну, сумки такие немаленькие, мне интересно, у тебя багаж вообще включен или нет?» «Да». «Точно, да?» «Да, 20 килограмм». «А, ну все, тогда нормально. Смотрю камеру, подготовил, штатив, штатив». «Все, я положил, я в чехол засунул ее, да, потом здесь зарядка, три флешки, микрофон и дополнительный аккумулятор». «Ну все, ты красавчик, Женек, вообще без базаров». «Была штатива, как бы, ну, как бы, да». «При выезде, сняли, что-что-то?» «Сумка Никитоса?» «Мамку, да, не везет, что-то». «Ну еще оставляем тут, либо забирай себе, не знаю, ты с ним договаривался?» «Нет, Валек его отвозил, и Валек приходит с пакетом, я говорю, что это? Да Никитос, говорит, попросил, ну, говорит, забрать». «Говорит, ну, еще попросил, говорит, постирай, говорит, если сможешь». «Говорит, что, будешь стирать? Нет, блядь, нахуй». «Женек, так я что-то не постирал». «Я?» «Ну». «Блин». «Ну, оставь, постирай, что-то». «Еще он кубан закинул, я бы еще постирал, что-то». «Не, так а что в пакете-то? Не смотрел?» «А хочешь открыть? Вот там перчатки, фэм-тэкс, труханы какие-то, мази твои, концепциям латай». «Забирать ничего не буду, мне это неинтересно, хочешь, бери себе». «А куда он не брать?» «Ну, тогда остается тот. Ну что же, погнали в путь?» «Да, погнали». «На автобусную?» «Слушай, говоришь, что кроссы оставляешь, почему?» «Да, короче, ну, два раза в горку бегать, короче, а не смотреть». «У меня, ну, вижу же, как бы, ну, затрещали немного». «Короче, за два месяца ты кроссы убил здесь, да?» «Да, да, убил, и тот же он под протертым пятку, короче». «Нормально, это значит». «Женек, это была плодотворная работа». «Да, ну, может, кому-то еще, это». «Плоды, плодотворная работа». «Ну, оставим здесь, что-то». «Попустите, теме надо что-то оставить, правильно?» «Не знаю». «Нет, надо что-то отдать, я знаю, такая, ну, если тебе что-то приходит, надо...» «Ну, я думаю, так вот, пакет Никита ставишь, шикарно». «Ну, а ты еще, ты щенку в этот пакет заставишь?» «Думаю, тайцы будут вдвойне рады». «О, так они будут меня еще год вспоминать. «Женек, а что это вы сделали с этой пароваркой?» «Это, короче, это же уколочек, когда приезжал, он раньше приехал, чем я, он это, ну, понял то, что кушать в Бресте как бы дороговато, приобрел вот мультиварку за 300 бат и готовил себе. Уехал, оставил ее мне по наследству, короче, ну, и я думаю, ну, я же ее с собой не повезу, оставлю, в общем, и сделал, как бы, ну, подпись здесь на пролом 2019, вот». «Дорогой зритель, поставь лайк, подпишись на канал и нажми на колокольчик, тем самым ты поддержишь канал, на котором уникальный и полезный контент на бесплатной основе. Спасибо». «То есть, если кто-то приедет тут заниматься тайским боксом, он может узнать, да?» «Да, и тут тайский, вон, написано, все дела, короче, чик открылся». «Слушай, а что ты написал тайский, это типа ты, а не уколочек, например, это же валька все-таки?» «Ну да, можно уколочек писать, кстати». «Ну ладно, ладно». «Говоришь, ты тут чай так делал, да?» «Да, я открывал воду, заливал туда, на чике первое, оп, и вот так вот. «Все, потом раз, у тебя бадья чая, такая чифира нормального». «Видите, пацаны выходили, выживали как могли, из ситуации выходили как получалось». «Да». «Тон, представляете, он раз пять делает, так чаек за день, потом электричество какой счет приходит?» «Вот, я думаю, откуда я там 100 баксов намотала». «Это очень хорошо, я сюда PlayStation не принес, не играл». «Кстати, по поводу PlayStation тоже было бы прикольно, прикинь, тренироваться в Аке, дать кондик с PlayStation, чтобы пацаны вообще кайфовали». «Да». «А ну-ка, друзья, как вы думаете, такое напролом PlayStation, Ака, нормальная, как бы квартира нормальная?» «Тренировка PlayStation». «Ну, это кинематическая тренировка тоже прикольно». «Да». «Да». «Вообще урали. «Не смотрел, было бы флойка, я вырубился бы, ну». «Всё!» «Пустейн!» 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 «Да». «Друзья, покупаем Женьку билет на Бангкок». «Друзья, покупаем Женьку билет на Бангкок». «Давайте, вот какой-то вот женёк, ладно, всё нормально. Тут смотрим, короче, смотрим. «Саузен, басс, терминал». «Не терминал, а терминал». «То есть, знаете, есть такая тема, как слышу, так и пишу». «Вот тайцы они буквально не говорят, и вот так они и написали. «Терминал». «Нормально, да». «Ты с тренерами попрощался?» Да, заехал в зал сегодня, там был Анек и Яяя, все, Дьявол уехал навсегда, а сэк он у родственников где-то, то ли в Бангкоке, то ли под Бангкоком. Короче, только себе я попрощался, что-то им поставил, что-то не поставил, рассказывал. Да, я хотел им пивка взять, вот зашел в маркет, а там, так как в Сонкан, там написано, типа, не продается алкоголь, и я взял кофе, принес, я кофе не пью. Я ему на переводчике написал, говорю, что ты любишь, я говорю, что тебя угостить, он говорит, кола. Я пошел, ну, большую бутылку колы взял, как бы нормально. Нормально, он доволен, да? Да, он обрадовался. Друзья, на самом деле, да, не надо нести там что-то дорогое, какие-то там напитки алкогольные и так далее. Ну, вот пацан пришел, кофеек принес, кока-колу принес, уже приятно. Ну, видно, что человек пришел с чистой душой, сказал спасибо. Если бы он пришел, там, допустим, дал тысячу долларов, русским лицом кинул, человеку же будет неприятно. А тут кока-кола, но от всей души уже приятно, потому красавчик. Женек, вот как ты думаешь, техники ты нормально получил, тайское отсюда вынес? Да, не сказать, да, чтобы прям, ну, вообще вагон, но да, да, получил. Женек, сделаю тебе подарок, курс тайской техники, когда домой приедешь, скину тебя. Бля, ты уже в следующем выпуске, когда пересмотришь, там, что-то себе на заметочку поставишь, уже напишешь, как тебе понравилось, не понравилось, что там. Да, чтоб ты уже был конкретно опытным тайцем. Да, 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 который записывал. Друзья, для тех, кому интересно, на самом деле, очень крутой курс получился. Семь с половиной часов техники тайского бокса от крутого тренера, который классно объясняет. Вот, ну, а я все переводил для вас, потому, кому интересно, ссылка на курс обучение в описании. Вот, уверен, тебе, Женек, понравится, зайдет. Я уже прям уже, знаешь, это завелся, уже хочу. Нормально, Вальку тоже подогнал, жду, что там, Валерка. А, он уже смотрел, да? Пацаны, всем здорово. Санек тут курсами тайской техники поделился со мной. Смотрел семь выпусков, еще до трех не дошли руки. Вот, всем рекомендую. Очень много нового узнаете оттуда. Вот, есть некоторые вещи, которых вы точно не слышали в российских тренировках. Здорово, пацаны. Здорово, Саня. Большое спасибо тебе за курс, который ты мне подогнал. Очень аху! Очень офигенный курс, пацаны. В общем, покупайте, не жалейте лавандосика. Купите этот курс Просто столько информации Арсенал свой прокачайте по полной Все Целую, обнял Заклинчевал Подбросил Идем искать твой автобус Нормально ты зарядился чемоданами Можно набивать кики Всего тебе хорошего Саня, туши за все тебе тоже Всего наилучшего Хорошей дороги в Бангкоке не пропадай Если трансы скрутят, звони, приедем Будем вызволять Да они, они скрутят Главное, чтоб я со своей татухой там не нарисовался Женек, а я знал, что ты Бангкоке будешь Я за тобой следил А что у него за татухой? У него на пояснице лав написано Лав Любовь Ну или как, любить, любовь Как склонять, я не знаю Стремная татуха Прям на пояснице, то есть, знаешь, если девушке набить Ты ее, ну, тараком ставишь, да? Она типа это любит Да, ну как бы это Я не знаю, зачем мужику на пояснице татуировка лав Я, ну, может, я что-то не догоняюсь Если знаете, объясните, пацанок Хер его знает Слушай, а Санька же с ним жил Может, он его там скрутил, разок? Может, заклинчевал его там Заклинчевал Санька, блин, визгнул разочек И на следующий день уехал домой Добрался до стадиона Раджа Дам Нерн Вот так он выглядит со стороны Пацаны, короче, к Грюлеву надо на шортах гонять Самый сезон сейчас открыл Самый сезон, ну Женек Слушай, а так погода вообще огонь не нравится С бутрячком Карета подана Все, целую, обнял Заклинчевал Подбросил Друзья, это была крайняя серия четвертого сезона проекта «Напролом» И на данный момент открыт набор на пятый сезон Ссылки в описании Там можно ознакомиться с условиями и оставить заявку Первые заявки участников можно посмотреть уже на сайте В этом реалити-шоу может принять участие каждый Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин